всех горячо приветствую дорогие друзья данный момент направляюсь в аэропорт шерементьево до вылетом не осталось три часа судя по названию ролика вы наверное уже догадались куда я направляюсь делать какую-то интригу из этого не вижу уже смысла но расскажу вам всего лишь маленькую предысторию как это вообще поездка состоялась кто не в курсе пару дней назад я ездил в отпуск на море трехнедельный такой тур получился у нас абрау дюрсо геленджик краснодаре чуть-чуть потусили ролик об этой поездке также вы можете найти у меня на канале всем рекомендую его к просмотру проникнитесь такой дорожной атмосферой довольно таки аутентичный такой получился ролик мне понравилось но сотни об этом приехал в москву в краснодаре там плюс 40 жара в москве холодно уже все в куртках ходят это сейчас буквально на пять минут солнышко под появилась до этого лил дождь а у меня друзья как раз в этих числах планировали отпуск в дагестан махачкалу а у меня была давнейшая такая мечта туда съездить там побывать но все как-то не получалось я такой 10 минут думаю август месяц лето жара москве холодно сейчас опять вот эта работа дом вот это негативная атмосфера особо толком даже еще не пропитался отдыхом на море думаю дай-ка я поеду просто покупают билеты первый рейс собирая рюкзак шорты носки трусы закинул машину все еду в аэропорт на самом деле хочу вам передать вот эти свои эмоции неожиданного спонтанного отпуска я сейчас еду в таком мандраже мне даже чуть-чуть руки трясутся сама суть того что ты по планам никуда не планировал ехать и тут буквально по по щелчку покупаешь билеты на следующий день едешь в аэропорт всем желаю приятного просмотра садитесь поудобнее заваривайте чаек кофеек и погнали пока машинка на 10 дней мы с ней попрощаемся как должно начинаться настоящее утро в дагестане заведем и башен на пляж городской посмотрим что там да вот такие машины в дагестане на каждом углу всем доброе утро новое включение новый день идем на городской пляж купаться в море Каспийское посмотрим что да как там за обстановка что за суета что ты поймешь как я люблю я навсегда останусь здесь чтоб добиваться прежних дней а душа так поет о тебе сердце февраль за окном первый снег твой образ рисует мне звезды как вы тесли сводишь с ума меня так что не сплю пару дней эй да 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 во мне бушует газа ураган всю жизнь искал тебя чтоб из коса такую песню тебе спеть что твою душу отогреть пошел пошел как вода пару слов я цепули так холодно мы тимой были что ли вода на самом деле вообще леденющая ну зайти как бы можно переосилить но именно там плавать и купаться вообще не вариант в общем мы купаемся и смотрим тут какой то вот появляется туман с той стороны и вон с той стороны кто в курсе что это за туман на каспийском море пишите в комментарии вот это вот такие вареньки курсы но это нет нам не подходит разбираем блюдо что есть что такое заведение зашли местные их национальные блюда сейчас будем заказывать пробовали на вы только посмотрите что мы заказали это же тот самый аварский хинкау тот самый хвален тут у нас манга сейчас еще лепешечка тоже национальная подъедет так что вот так сидим двигаемся аккуратненько на следующий день у нас есть планы забронить машину приору черную тонированную и поехать в горы короче мы объелись аварским хинкалом еще вот такую шуду принесли нам зелень в общем все вкусные очень очень сытно посмотрите как у него слюнки текут по этому блюду бомба да здесь вот вот такой счет у нас вышел на троих звенья 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 тебя мою любовь ты дали сей за зашли вечерком в кальянку в бойку поиграть с кайфом ради кайф ради кайф ради кайфа завтра берем гранту в аренду тонированную и едем в город вечерный ужин решили попробовать тонкий хинкал он идет на вот таких резаных ломтиков тонкого теста вот так же бульон подается как тебе на вкус тесто только тесто ну подыграй подыграй как тебе на вкус вот она дагестанская кухня только посмотрите это картофель кебаб с лепешкой идем в общем после вечерней трапезы домой очень сильно объелись на самом деле второй раз уже заказываем аварский хинкал что за шмель пролетел сначала заказали обычный потом тонкий аварский хинкал и просто удивляемся тому что как бы стоимость этого блюда 300 рублей но насыщение от него просто максимальная и каждый раз как мы его поедим сразу клонит в сон я не знаю почему так это все работает может это как-то в совокупности горный воздух вкусное блюдо вкусное мясо в общем идем сейчас наверное спать ляжем в общем взяли в аренду гранту черную жалко не тонированную включили бодрящую музыку сейчас направляемся в сторону сулакского каньона будем постигать вершины и горы ой-ой какая красота где ваши мальдивы где ваша турция и египта вот куда ехать надо ты мой попадание когда утро еще не разбудит свет тишина на рассвете и нет машин все вокруг замирает ни звука нет и на трон восседают покой когда на пи горы сяду табака так что за белой дымкой не видно край и вдохнув глубоко посмотрю я вдаль понимаю что это ей я буду родиной гордиться ее любить не перестану и даже за границей куда дистанского народа в сердцах любовь искрится в своей земле, в своей природе друзья наконец-то прибыли на сулакский каньон вы просто посмотрите какие тут завораживающие виды мы просто на самом деле в шоке от масштаба вот она наша ласточка которую арендовали на три дня поездок вот такие тут у нас горы вот такая прикольненькая скамейка для фотосессии сейчас короче думаем вот по этой дороге спуститься вон туда вниз там никого нет и может быть даже покупаться национальное чуду вот такой вид открываем лайбочка наша рядом качельки тоже бойцы на месте все в сборе никого не потеряли сейчас будем кушать что за вайп музыка с телефона разметола тут не поддерживает телефон взяли дыньку остановились подвезли местную женщину делаем добрые дела всех приветствую дорогие друзья добрый вечер всем приятного аппетита кто ест кто не ест давайте начинайте вместе с нами третий день в Махачкале в Дагестане ходим уже как постояльцы в кафе которое рядом с домом в этот раз вечерний ужин у нас состоит из я сейчас показываю вам хинкалаварский третий раз подряд я его заказывал уже дальше идет хачапури панджарский лагман как у тебя называется курзел тоже национальное блюдо по цене ориентирует 300 рублей это сколько 300 250 250 220 и вот такая порция за 220 рублей всем приятного аппетита единиц даже пришли едем в бархан сейчас в гору которая покрыта песком где тысячи лет песок сдувался с других гор, на эту гору, тем самым сейчас там образовался песок. Сейчас посмотрим, что за тема дорога, туда вот такая. Вот по такой оборудованной лестнице мы идем и нам нужно дойти вон туда. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Наконец-то мы добрались до призрака аула. Это был очень тяжелый путь. Два километра сначала ездили. На вазике поднимались вверх, потом два километра в гору пешком. И все ради вот этих видов. Птицы Дима Торзок были в горах постройки из дагестанского камня. Все выглядит очень прилично, аккуратненько. Всем рекомендую обязательно сюда подняться, не пожалеть свои силы. Время на дорогу. От Махачкалы ехать где-то 4 часа плюс-минус по времени. Ну подниматься я вам сказал в прошлом кадре сколько и как. Вот такие виды можно наблюдать из окна. Твои мысли далеко, ты не со мной. Ты летаешь высоко за пеленою грез, за тайны моих слез. Твои мысли далеко, ты не со мной. Ты летаешь высоко за пеленою грез, за тайны моих слез. Твоя любовь молила, молила меня. Я так тебя любила, молила, ждала. Твоя любовь молила, молила меня. Я так тебя любила, молила меня. Я так тебя любила, любила, ждала. Купили шкуру барана по паку. Сейчас поедем на спуск. Купили шкуру барана по паку. Сейчас поедем на спуск. Купили шкуру барана по паку. Все, кто собирается на своей машине поехать в аул призрак, готовьтесь вот к таким дорогам. И это не какой-то маленький участок, это примерно вся дорога такая будет. Такая суета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова